Здравствуйте, мистер Эрвин Ласло. Очень рад вас видеть. Тоже рад вас видеть. Меня зовут Тимофей Егоров. Я тренер космонавтов. Я из России. Также я генеральный директор ассоциации экология непознанного. Это ассоциация исследователей непознанного в отношении космоса, природы и человеческих способностей. Прежде чем задать первый вопрос, хотел бы представиться, если вы не против. Займет пару минут. Ассоциация имеет долгую историю. Она изучает феномен непознанного более 30 лет. Ассоциация основана на знаниях русских космистов. Речь идет о русских ученых в области космоса. Вы могли о них слышать? Вы когда-либо слышали о Циолковском, Вернацком, Чижевском? Это русские космисты. Да, слышал. Эти ученые утверждали, что Вселенная живая. И что Солнечная система одна из ее живых клеток. Я знаю, что вы тоже утверждаете, что Вселенная живая и думающая. В связи с этим, мой первый вопрос к вам. Когда вы впервые обнаружили, что Вселенная живая? И как вы это определили? Сперва я должен кое-что прояснить. В отношении Вселенной я не использую термины «жить» и «жизнь». Я думаю, что Вселенная сама по себе — это сложная, открытая, интегральная система, развивающаяся система. Так же, как и все живые существа являются развивающимися, сложными, когерентными системами. Нет фундаментального различия между большим масштабом и маленьким масштабом. Большой масштаб — это космос как целое. Маленький масштаб — это, наверное, субквантовый домен. События, происходящие в пространстве-времени. Я думаю, все это началось с момента Большого взрыва 13,8 миллиардов лет назад. Вселенная развивалась и развивалась, усложняясь и складываясь воедино. Так что она сильно не различается. Если я называю себя живым, значит называю и Вселенную живой в том же смысле. Я предпочитаю не использовать этот термин в узком смысле, потому что у него слишком много коннотаций. Я называю ее сложной, когерентной системой, развивающейся системой. Вселенная, так же как и я, есть когерентная, развивающаяся система. Спасибо. Вы можете сказать, что у нее есть сознание? Это сознание подобно нашему? Я думаю, что сознание — это космический феномен. Оно существует везде, как электромагнетизм, например. Или гравитация. Сознание не локально. Оно является свойством всей системы. Из-за того, что Вселенная развивается сама. Из-за того, что у нее есть стремление, скажем, тенденция к созданию более согласованных и сложных систем. Более четко сформированных систем. Из-за всего этого Вселенная обладает тем качеством, которое мы относим к людям. Это качество присуще человеку и другим живым существам. Мы называем его сознанием, разумом. Да, сознание универсально. Оно космично. У всего есть разум. От малейшего масштаба до крупнейшего масштаба. В этом смысле да. Я считаю, что у Вселенной есть сознание. Отлично. Можем ли мы общаться с этим сознанием Вселенной? Если часть ее имеет сознание, можем ли мы общаться? Можем ли мы узнать ее законы, намерения, желания, если она живое существо? Можем ли мы каким-то образом узнать путь эволюции Вселенной, направление ее эволюции, чтобы понять его и согласовывать с ним свои действия? Можем ли мы понять все это? Существуют естественные науки. Они предназначены раскрывать законы, закономерности и характеристики сложных систем, которые могут возникнуть. Все, что мы знаем и можем как-то понять, является сложной, когерентной, открытой системой. Мы можем общаться с этими системами, если работаем на тех же длинных волн, что и они. Я не думаю, что каждый может выйти в космос, но вы и ваши космонавты, и ваши коллеги, и ваш институт, уверен, могут сделать открытие. Я думаю, что мы можем общаться не только на ближайшем биологическом уровне, не только с живыми организмами, но и на уровень выше, и на уровень ниже. Входя в измененное состояние сознания, широта нашего восприятия больше, а значит шире и наши возможности для общения. Я не знаю, как это устроено. Я не знаю, какова сущность того сознания, которое имеет Вселенная как целое. Однако известно, что есть огромная зона, в которой длина волн равна нулю. Самый низший уровень, это уровень нулевых колебаний. Это поле Акаши. Мы знаем, что на этом уровне колебания крайне малы. Мы не общаемся со Вселенной как существа. Мы общаемся с ней как часть общего поля. Вселенная это одно большое поле, и все существует в этом одном поле. Поэтому, когда мы общаемся с целым полем, мы можем связаться с любой его частью, но мы должны выйти на соответствующую частоту. Это как мы с вами. Мы можем говорить, если пользуемся сервисом Zoom или каким-то еще. Мы можем говорить, потому что находимся на одной частоте колебаний. Только так мы можем получать информацию. Так мы имеем доступ к информации. Таким образом, задача в том, чтобы выйти на нужную частоту колебаний, потому что она сильно отличается от нашей обычной, повседневной. И это понятно, ибо эта система, Вселенная, намного больше, чем человек. Даже экология, сеть жизни на Земле больше, чем человек. Я уверен, вы согласитесь, что и Солнечная система – это живая, когерентная, развивающаяся система. Мы встроены в более крупные, многоуровневые системы. Очень большая система – это Вселенная. Я думаю, что она является неограниченной системой. Она неограничена, но конечна. Родилась она 13 миллиардов 800 миллионов лет назад. А развиваться она, вероятно, будет еще много миллиардов лет. Это Вселенная, и мы можем общаться с ней как с целым, будучи ее частью и выходя на нужную частоту колебаний. Профессор Ласло, а не кажется ли вам, что человечество в сегодняшнем виде находится в каком-то конфликте со Вселенной или, может быть, с планетой? Мы видим, что люди загрязняют океаны, люди тревожат окружающую среду, люди воюют друг с другом. Является ли это все вмешательством в эволюцию планеты, Земли, Солнечной системы, Вселенной? Есть ли какое-то конкретное направление эволюции, которого мы должны придерживаться, чтобы жить в гармонии с миром, с самими собой, с планетой? В том-то и дело. Последние мои несколько книг имели именно этот посыл. Год назад, в марте, получается год с четвертью назад я опубликовал книгу «Заново подключиться к источнику». С тех пор я писал еще книги. Последняя на уровень выше «Новый вызов». Она поступит в продажу на следующей неделе. Между ними я опубликовал еще четыре. У них одна общая тема. Как нам восстановить связь с тем предначертанным, с тем эквилибриумом, с тем паттерном эволюции, частью которого мы являемся. Но мы стали противоестественной частью. Мы потеряли контакт. Потеряли преемственность как человечество, как отдельный человек. Здоровье в естественности. Но как вид, мы непоследовательны, мы отклонились. Мы не соответствуем развитию экологии мира, живых систем, сети жизни, планеты. Мы всем им не соответствуем. Мы сместились на уровень искусственной среды. Мы создаем все больше шума в системе. Мы создаем все больше беспокойства. Перед нами стоит сложная задача — заново подключиться к естественному паттерну изменений, эволюции, связи, взаимосвязи. Так мы сможем поддерживать контакт друг с другом через космическое сознание. Через сознание, которым обладает Вселенная. Но это большой вызов, потому что сейчас мы разрушаем связанность той системы, которая нас окружает, и частью которой мы являемся. Мы действуем больше как рак. Рак всегда убивает носителя. Если мы продолжим в том же духе, то уничтожим последовательность эволюционной динамики систем, которые окружают нас. Все остальные проблемы в отношении поддержания равновесия природы вокруг нас. Это вызывает беспокойство. Мы не должны продолжать. Вызов в том, чтобы поймать паттерн. Паттерн жизни, эволюции. Паттерн роста и развития. Без разрушения как побочного эффекта одностороннего развития. Односторонний рост порождает беспокойство. Он порождает разрушения. Мы должны взглянуть на всю систему. Нам нужен новый холизм. Мы должны видеть всю систему, частью которой являемся. Мы неотъемлемая часть сети жизни, биосферы в этом мире, на планете. Мы, конечно же, являемся частью космоса, но система, в которую мы в первую очередь должны органично вписаться, это биосфера. Такой вызов стоит перед нами. Вместо того, чтобы быть раком, мы должны быть позитивным, конструктивным элементом, который порождает развитие эволюции планеты, а не ее разрушение. Это фантастика, потому что мы совсем недавно пришли ровно к такому выводу, который вы сейчас сделали, что человечество сейчас должно выбрать иной путь эволюции, чтобы убрать старый принцип «разделяй и властвуй». Именно. Вместо «разделяй и властвуй» должно быть сотрудничество, я полагаю. Сотрудничество. Следующий вопрос. Я слышал, что вы написали Декларацию Любви. В ней 16 пунктов. Является ли она путем, который вы указываете для выхода из этого эволюционного тупика, в котором мы сейчас? Можете сказать пару слов о Декларации Любви? Это решение, которое вы предлагаете? Или это иное? У слова «любовь» много смыслов. Но настоящая любовь есть безоговорочная любовь. Это не любовь за получение чего-либо. Истинная любовь – всеобъемлющая. Она не только в отношении одного объекта или другого. Она в отношении всего. Вселенская безоговорочная любовь – это именно такой тип любви, который необходим нам для создания лучшего мира, чтобы эволюционировать, а не деградировать. Нам нужна эволюция. Любовь есть то, что связывает нас. Любовь – это то, что называют субъективным мнением. Это то, что мы чувствуем. Когда находимся в позитивном общении, в контакте, взаимно усиливающем контакте с другими, когда мы согласны друг с другом. Таким образом, эта сила, которая связывает нас, должна обрести сознание. Потенциально, оно уже там. Потому что оно в каждой клетке нашего тела. Когда клетка здорова, она сотрудничает со всеми остальными клетками. Таков человеческий организм. Такова система жизни. Биологическая система. Таковы все согласованные системы. Но сейчас мы говорим о биологической системе жизни. Мы знаем, что для здоровья, для жизни требуется, чтобы все элементы работали вместе. Мы должны понять, что живая система биосферы, как целый организм, требует, чтобы все ее элементы работали вместе. Человечество должно быть позитивным элементом. Но это возможно только, если человечество согласовано с самим собою. То есть все его элементы кооперируют. Это норма. Это здоровье. В предчеловеческой фазе на этой планете, я имею в виду период до выхода людей на сцену в качестве сознательного, оперирующего технологиями вида, все было когерентно, согласовано. Эта согласованность была сломана. Природа когерентна. Когда какая-то часть чего-то не согласована, это что-то умирает. Но люди могут быть несогласованными, потому что у нас есть технологии, и мы пренебрегаем нашей природой. Мы пользуемся технологией, чтобы корректировать себя. Мы позволяем себе быть некогерентными. Стоп. Мы должны использовать технологию, чтобы снова стать когерентными. Любовь — это чувство согласованности. Я бы сказал, ее универсальное выражение. Выражение того, кто мы есть, того, как мы можем эволюционировать в этом мире через любовь ко всем вещам, что нас окружают. Ибо мы — часть этого. Подобно тому, как мы любим себя и имеем здоровье, мы должны любить друг друга и всю сеть жизни, которая имеет свою собственную систему эволюции. Спасибо. Эрвин, в одном из ваших выступлений, оно было на TED Talks, Вы представили эту декларацию любви. В качестве заключения вы посвятили эту декларацию всем женщинам Земли. Зачем вы это сделали? Почему вы посвятили декларацию всем женщинам Земли? Женщины — это огромный и недоиспользованный ресурс человечества. Женщины имеют огромные возможности именно из-за того, что обладают этим чувством любить. У них оно сильнее, чем у мужчин. Если мы снова хотим стать здоровыми, как вид жизни, то должны взять женские принципы. И дело не только в женской природе. Женской природе как вида. Дело в том, что женщины являются чемпионами в развитии принципов семьи, преданности, сотрудничества. Это больше женские качества, нежели мужские. Мужские качества — это завоевывать, подчинять, преследовать свои интересы, не считаясь с интересами окружающих. Это типичные элементы мужчин. Запад завоевал другой континент, а сейчас пытается завоевать космос. Это вместо того, чтобы обживать его или сотрудничать. Нет, надо завоевать. Это типичные мужские, маскулинные ценности, маскулинные факторы и характеристики. Мы должны вернуться к женским характеристикам, к женским ценностям, к женским инстинктам, к интуиции. Потому что следующий шаг — это не завоевание. Следующий шаг — это научиться жить вместе, сотрудничать, работать вместе, становиться чем-то большим, чем индивиды. А для всего этого мы должны использовать больше женские принципы, чем использовали их прежде. Отличные слова. Как же я с ними согласен. Добавлю. Мы в нашем институте разработали концепцию живой вселенной. Одним из ее законов является закон гармонии и красоты. Он упоминает любовь, женские и маскулинные принципы. Речь о гармонии друг с другом. Гармонии двух ветвей между великим женским и великим маскулинным. Это и есть любовь. Она является манифестом и распространяется во всех формах и всеми путями через человеческие эмоции, через мир и сотрудничество. Я думаю, что это нечто фундаментальное. Ради любви на Земле и есть мужчины и женщины. У всего есть причина. Вместе мы счастливы. Даже если речь об обычной физической любви, мы наслаждаемся ей вместе, становясь чем-то большим вдвоем, нежели по отдельности. Это относится вообще ко всем людям. Когда мы вместе, мы становимся чем-то большим. Мы должны снова объединиться в то огромное, что вы называете живым космосом. Я называю это когерентным, эволюционирующим космосом. Мы снова должны стать его частью. Любовь является отличным инструментом для этого. Ощущение притяжения, влечения, стать преемственной, конструктивной частью большей системы. Это и есть истинная сущность любви. Абсолютно. Как вы думаете, мы должны учить этому с детства? Может, в школах, во всех институтах? Вместо того, чтобы учить одной науке, уравнением, истории, может быть, мы должны учить этому? Этики, морали, как любить, как заботиться друг о друге. Должны ли в такое посвящать в школе? Что вы думаете? Или это уже есть в школах? Первым делом, мы должны перестать учить неправильным вещам. Субтитры создавал DimaTorzok